Воробушки Сидит мерзнет воробушка Как они, бедные, переживают зиму Чуть пригрело, они уже летают Где-то прячутся, видно Там у них вес вот так, господи Вот поди, что ли Переживают зиму Рыжика нет обычно, он сидит здесь, на них смотрит и мяукает Оба летели Ветер такой сильный, не сидят на веточке Ох, летают Рыжик спит Не видит такой красоты Просто пришла молочко попить Я ее маленечко почесала, вычесала Много шерсти Хоть валенки валяй Ух ты, ух ты Посматривает Пей, пей, пей Надо пол еще потерять То там соринка То там соринка То там соринка А здесь Рыжик Возлегает А здесь Рыжик Полусонный Че не даешь лапу Не даешь Не даешь Говорят тебе можно Кокоточки сречь Когда ты спишь А? Не очень она хорошо спишь Не даёт Не даёт Не даёт Ах ты Рыжик Рыжик Шурик Шурик его звать Его Шурик звать Сейчас дождусь Когда царапнет Дождусь Говорят Не мешай мне спать Ты что ко мне лезешь Ты что ко мне привязалась Да, Шурик? Ой, он сытый у тебя как Усики такие Фу, все напилась Напилась Наелась Пошла Сегодня с утра Музыка Дремела В семь часов Такой грохот Был Музыки Музыкальный Грохот Пришлось мне встать Брось 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 Че? Че? Ой, скоро уеду Кто вас кормит Будет днем Будет и утром И вечером Им нельзя насыпать На весь день Они друг у друга едят И потом Рыжик переедает И все Назад У него выходит Блюет Поэтому Поэтому Наташа Им утром И вечером И едят Друг у друга У Фросси Корм Лечебный Не успеет На не доесть Уже эти Бегут и доедают Вот Поэтому Так вот у них Два раза в день Как собака Че? В туалет собралась Не можешь открыть Иди Все в один лоток ходят Но только рыжик Идет Тогда Когда там чисто И вот он сядет Возле горшка И так Ме-е-е-е-е Таша говорит Ну все это надо чистить Ни после кого Не может сесть Ой Животные намного добрее Человечества Уж больно Люди Какие-то Злобные Шуршит шуршит Туалет Опять птички Летает Летает Тепло Чувствует Молодюша Пришел у него с машины непорядки Что-то она заглохла у него Настроенный Ну а как Молодюша Я тебя немножко спрошу А как это самое Ты поедешь сам Покупать запчасти И сам будешь ставить А если не Ну не в этом дело Надо наверное Слесаря этого Какого-нибудь Все-таки Призвать Ставит Там легко Не ну если не в этом дело Он точно А точно все равно не узнает Пока не заменит Да это очень простое Это старая машина Ну относительно Поэтому там как бы Это не новый Сейчас это в новых машинах Там куча систем всяких Навороченных Которые знаешь Вот Если машины не заводятся Там огромное количество причин Может быть А там Там просто Могут из строя выйти Всякие датчики На этой машине нет Всяких там датчиков Там 4 датчика Грубо говоря Дай бог Чтоб все получилось А то Наташа Вчера говорит Мало пирожков Все расстроены Видно Я говорю Ну конечно Говорит Так заваляются пирожки наши Не подарят Если поставлю Этот топливный фильтр Сеточку эту возьму Она тоже недорого Стоит рублей 300 И все Если сначала Фильтр сначала поставлю Так на улице Так на улице и стоит А не стали ее Загонять туда Потому что нет смысла Тепло Наташа так вчера тебе говорила Ну она Тогда хотя бы Смотри Она хотя бы вчера заводилась Заводится Одна-две секунды Потом Ну значит А сейчас она даже не заводится Ну вот смотри Если это в этом дело Если вот этой сеточки Которая бензин Не сеточки Первоначальная причина Которую вот я ставлю Это фильтр топливный Ну допустим Фильтр да Я обоговорилась Фильтр Но она же не работала Почему она хуже стала Почему Ну вот она хуже стала Со вчерашнего дня Нет ну Ну смотри Вчера если она Она после того как ты притянула Не работала Стала хуже Фильтр не работал Я не знаю А как по другому Как этот фильтр из строя выходит Да я не знаю Ну как он в работе Я замечал кстати Что машина У нее Я как почитал в интернете Там как бы пишут признаки Неисправности этого топливного фильтра Когда он выходит Как бы из строя грубо говоря Да Там признаки Там признаки такие Что машина в тяге Там теряет Чуть-чуть провалы в этом Когда на педаль нажимаешь Провалы в тяге Чуть-чуть начинают дергаться Ну у меня такое вот Последние недели было такое И чуть-чуть у нас стало Тянуть похуже Я заметил да И вчера особенно Вот Поэтому в принципе Я сейчас вот все обдумываю И не знаю Либо я просто себя это Кручу Обнадеживаю Чтобы все было хорошо Ну да у тебя такое есть У тебя всегда Все будет хорошо Все сделают Ну потому что конечно Это хорошо Это хорошо что не паникеры Я то вот паникерки молодец Ну надо действовать Надо брать Ну сейчас съезжу да Приду по меня Если не получится То уже ну съезжу Что на улице прям будешь работать Нет мы ее загоним туда Мы договорились что Чтобы менять Мы ее туда в предбанник Грубо говоря А как ее загнать Тянуть надо кем-то Нет там толкать Мы уже вчера затолкали туда А Тебя у меня вчера привез Мы последние поставили А там уже на руках Столкали в парковочное место Грубо говоря Потом выталкивали Нет Ну она там и стоит сейчас на нем Мы лазили в врубненную Там в парковочном месте Грубо говоря Как ты говоришь на улице стоять Ну Ну там есть территория Как бы уличная И там есть парковочные места Я понимаю Я хочу чтобы она под На под Ну это же улица Ну А работать что ты будешь на улице Нет, я говорю, я приду сейчас, куплю все это, приеду туда, привезу, мы загоним в тепло и в тепле. Так, значит, можно ее загнать ручную и ничего не помешает? Нет, а что может помешать там? Ну, стоят люди, стоят машины, то все. Нет, сейчас-то они все уехали там. Мы просто сейчас не ставили, ставили ради того, чтобы бесполезно трудно делать это, потому что... Но все равно ей там надо стоять. Нет, все туда-сюда, все равно кто-то выйдет. Решили, короче, я сам... Пока ты не сделаешь, ты ее не, это... Не надо... Ну, со мной реально теплая, я машину открыл даже, в нее сел, ну, просто... Так на улице, конечно. Я думаю, то, что лужи, вон, не замерзают, правильно? А лужи-то вода, а бедзин-то там вообще не замерзает. Да, да, да. По сути-то дела. Ну, конечно, застроены, что там говорить. Ну, естественно, я застроен, но я не так расстроена, когда попал в аварию. Ну, машина-то сейчас целая, как бы, все нормально. Я знаю, что я... Ну, а если причина в двигателе, все? Нет, нет, нет. Я-то знаю, что, как бы, причина, она вот, легкая, на самом деле. Поэтому, что, скорее всего, я скоро ее сделаю, но меня расстраивает то, что мне придется, может быть, все-таки, возможно, добираться в ночные... Ну, либо на малиной машине, либо на автобусе, если она не разрешит. Чего бы она разрешила? Ты даешь. Нет, ну, дело в том, что я думаю, ты за день-то должен сейчас решить и то, и то проверить. Ну, сейчас, да. То есть я проверю, если это не топливный... Если топливный фильтр, там, или сеточка, все хорошо, заведется, я поеду на работу. Ну, это и понятно. А если нет? Вот именно. Но топливный насос работает, потому что мы там встали, там, консилиум собрался, мы послушали, то есть машина заводится, открутили на топливной этой рейке болтик, все, топливо подается. Но если топливный фильтр не из-за этого, там, не хватает давления, потому что у меня стоит топливный фильтр высокого давления. То есть бензин в эту, в рейку подается под давлением в инжектор. Естественно. Вот, если топливный фильтр забитый, то не хватает давления как раз-таки. То есть, да, мы открутили болтик на топливной рейке, бензин течёт. Да, он течёт неплохо, но... Без давления. Он должен, наверное, сильнее всё-таки, да, и поэтому... Ну, езжай, конечно, делай. Ну, а что, мне только это и остаётся. Давай, делай, это самое, чтобы уже мог знать, а может быть, правда, топливный всё-таки... Давления ж нет, да. Насос работает, потому что... Смотря как работает. Я когда крутил, он всё приложил, ухо послушал. То есть, ну, если из отсюда течёт бензин из рейки, значит, топливный насос из бака подаёт его, то есть, он работает. Я говорю, но... Нагрузка. Единственное, что он может работать плохо из-за того, что сетка, что к самому, непосредственно к самому топливному насосу присоединена такая маленькая фильтрующая сетка. Если она забита, через неё будет проходить. Но слабо. Но слабо. Недостаточным потоком. Поэтому я как раз и беру два фильтра. Один такой, а другой вот эту, сеточку эту. Если уже не это, не это не поможет, то тогда уже... Да уж я не знаю, что. Тогда слезаря какого-то андограммотного, чтоб посмотрел на это, на проверку. Ну, давай хотя бы это пока. Время-то идёт. Ну, тянуть её, конечно, на этом вообще не хочу. А, естественно. Я вчера вообще думал, я никогда в жизни больше не хочу на это. Потому что это реально... Наташа тебя предупреждала, что очень тяжело. Она вчера переживала, говорит, господи, сейчас скользко, хоть бы они дров. Нет, там не скользко было. Лужи, дорога мокрая, она не замерзает. Ну, она так думала. Но всё равно так не очень, потому что... Какие? То есть, это короткий. Ну, я вчера объяснял. Вчера я газовать, естественно, меня дёргают к нему туда. Того люди поцелуетесь. Да, да, да. Ну, мне как бы тормоз не надо нажимать, а всё равно хочется. А он ещё очень тяжёлый. Она тебя предупредила, дави-дави-дави. Ну, там прям тяжелёшь. Ну, что я делаю теперь с твоими двоими в магазин. А может, мама подъедет? Да ты с мамой объедешь. Да зачем? Нет, она работает, что ли? Не, ну, может, часто у неё, видишь, как. Ну, позвоню сейчас, прошу. Позвони, прозондируй. Чё, выток-то не свыток. Она в избыток себе всё равно не будет делать. Всё, хорошо. Ну. Наташу сфотографирую. Повезёшь? А будешь обедать? Нет? Ещё рано? Ну, по обеду распределить. Ну, да, я тоже так думаю. Не знаю, что. Наташа пришла, пообедала. А я сейчас буду жирную муку, чтобы она не стояла, сделать хлеб чёмный. Вот. Занесла сметану. Надо сделать, может быть, вот яйца у меня два таких хорошо разбились. Что я боюсь их или жарить. Только встрепню. Потому что они колотые яйца. И надо мне что-то постряпать. Печенье или что. Сейчас посмотрю, подумаю. Сметана есть. Масса сливочная есть. Всё есть. Миксеры есть. Но все продукты есть. Надо что-то... А вот что? Чтобы ели дети. Не могу придумать пока. Ну, надо... Сейчас дрожжи разойдутся. Дрожжи последние. Я имею в виду у нас, которые прессованные. И всё закончились. Размокли они у меня. Сейчас будем с хлебом танцевать. Ржаной хлеб надо подольше. Его надо подняться. Потом ещё его опустить. Потом добавить пшеничной муки. В общем, много надо. Желательно взбить бы блендером. Потому что, когда вручную, это очень тяжко. А блендером взбивать хорошо. Ну, воздух больше попадает. Ноздрят и хлеб делается. То, что жарной хлеб, очень надо вымешивать очень тщательно. Это не как пшеничный. Ну, с добавлением всё равно пшеничной муки. У нас уже пшеничная мука. Вот. Вот. Было 10 килограммов. Уже, наверное, килограмма 3 осталось. Как-то так. Стряпаем от души. Ещё 10 килограммов стоит. Но они быстро уйдут. Наташа, может быть, сейчас у неё есть духовка. Может, она ей будет стряпать. Времени нет только. Только по выходным, если что-то она сделает. Так что вот этим буду заниматься сейчас. В сметану пока везли 8 часов в машине, она сбилась. И вот что. Не знаю. Сейчас вот это вот расставило. Комочки масла. Масло сбилось. А здесь вот на творожок похоже. Ну, сейчас яйцо взобью. Сахару добавлю. Муки. Ну, может быть, коржечки спеку. Может, печенье. Смотря сколько сахару положу. Надо делать что-то. Вот такой кексик получился. Нягенький. И вот у меня уже три раза ржаная закваска подходила. Сейчас я добавлю муки пшеничной и буду вымешивать и ставить на расстойку. Ну, кекс уже. Осталось 1 треть. Вот такой кексик. Ой, это какая-то кошка. Ой, тошнит какую-то кошку. Кто там у нас? Маня или... Маня, Маня, Маню тошнит. Ой, переела. Она никогда не переедает эту другу. Ой, уши стопы. Это темный хлеб я поставила на расстойку. Вот таких еще печенюшек напекла. Я сделала сгущённое молоко. Давно показывала вам. Половину съели, половина стоит. Забывают в холодильнике. Стоит в банке. Я смешала сметану. Это сгущённое молоко домашнее. Яйца. Немножко масла добавила сливочного. Раскатала. Отштамповала. Вот тебе и печенюшки. Вот это всё у меня сегодня. Такая работа. Час сейчас постоит хлеб ржаной на расстойке. Потом я его выпеку. И у меня ещё на одну порцию. Но выпекать буду завтра. В ночь постоит закваска ржаная. Ей ничего не будет. Чем больше она стоит, тем лучше. Завтра достану её с холодильника. Смешаю с пшеничной мукой. Вымешаю. И ещё выпеку. Не захотели ржаную муку держать. До следующего моего пришествия. Будет мешаться. И так у нас в столе не понять что. Вот в этом отсеке хранится у нас крупа. Тут мука стояла. Сейчас освободила. Места мало. Там термос. Молоко. Подсолнечное масло. И вот такой вот. Вот такой вот отсек. Я говорю, давай её уберём. А то будет стоять. Наташа же не пекёт хлеб. Когда ей с этой квашнёй возиться. Она говорит, ну давай. А там почти 2 килограмма. Чуть-чуть начатый пакет. Ну и муку уже 10 килограммов добиваю. Сейчас вот завтра замешу ещё в ржаную докину ещё. Килограмм муки наверное уйдёт. Ну и там останется может килограмма 2. Вот и всё. Хлебом снабдила на неделю наверное. Не, больше недели. На 10 наверное вперёд. Как кушать будут? Владюша ест больше если. То он на хлеб кладёт колбаску. Там сырок. И тогда съедает. Если он колбаску сырок не ест. То он тогда хлеб не ест. Вот так. Вот сегодня 2 салатика сделала. Один с этой, как его? Ой. Ну редиска белая, как она? Ой. Плохо. Вот такой ледиска и огурчик. Ну и там ещё просто. Вот надо же было мне. Ну раз уж открыла холодильник, хотела не доставать. Вот капуста белая, капуста цветная, перец, огурчик. Лимон, лимон даванула. У нас лимон и он. И всё. Вот такой салатик сегодня сделала. Наташа поела. Борща не захотела. Ой. Всё показала, всё рассказала. Ой. Русские женщины такие простофели. Надо, не надо. Всё показываем, всё рассказываем. О, ребятишки так играют. Играют. Так и играют. Вот они. Снег есть. Почему бы не поиграть? Ну вот, сегодня уже 30 марта. А снег лежит везде. В прошлом году слякоть тут была. Я здесь убирала бумаги. Ещё до своего отъезда уехала я в прошлом году. 26 числа. Вот. И где-то, наверное, 20-го уже тут ничего не было. Марта я собирала пакеты. Всё носила на помойку. С окна было плохо смотреть мне. Я оделась, да и пошла собирала там мусор. Всякие бумаги, пакеты, тряпки. Ну, сейчас вот так всё. О, о, о. Кто сел? Голубь, по-моему, голубь. Голубь летает. Сегодня здесь такая ворона большая села, большущая. Ну, Владюха пошёл, купил запчасть, пошёл машину делать. Наташа на работу. Ей кексик отрезала. Говорю, чай на работе попьёшь. Владюха только пообедал. Два пирожки доел. Два пирожка было. Пирожки любит, может есть с борщом. Ну, я душу отвела с тестом. И время как-то, ну, и занятое, и уже не скучаешь сидишь. А то сидишь-сидишь в кресле. Другой аж занемеет пятая точка. Расхаживаешь, расхаживаешь её, растираешь, растираешь. Нельзя уже в нашем возрасте долго сидеть. Застаивается кровь, лимфа. Всё застаивается. Надо двигаться. А гулять по улице то ветер, то снег, то как-то оттепель. Всё было как-то никак. Несколько раз вышло. С Наташей, наверное, раза два пешком прогулялись или три. Ну, я сама два раза, наверное, вышла с Галитой. Раз вот туда вот ходила, раз вот в часть. И всё. Что-то не особо погода не позволяет. В прошлом году снега не было, хорошо. В часть пойду вон туда вот. И гуляем там, палец сую. В этом году уже не то. Вот немножко постояла. И уже маленько приподнялись. Жанушка моя у батарейки поставила. Даша потом подкрасит батарейку. Сделает ещё ремонт. Это она ещё после большого ремонта. У неё ничего ещё так не поделано. Она только-только сделали вот этот ремонт. Обои, туалет, ванну. Как они бедные тут сидели, я не знаю. Как мы пережили, не знаю. Ещё и болела Наташа вирусом. Вот представьте. Тут до неба, до солнца, до потолка. Песок и пыль. Всё завешивали, но всё равно. И тут она болеет. Ой, вообще, как у неё было бедно. И как они пережили. И уже в конце декабря за мной поехала. Успела только до двух часов ночи немножечко большую грязь убрать. Остальное говорит. Ну вот я уеду, она будет тут уже генералить. Всё, полочки, говорит, какие-то хочет здесь поставить, чтобы вот эти все бутылки там были. Я говорю, конечно, Наташа, делай, как тебе нравится, Господи. Но я говорю, пока так вот, чтобы всё под рукой было, по-деревенски. Конечно, она сделает хорошо. Ещё фильтр никак не купит. К вытяжке. Быстро вот мусолится. Если будешь тряпать, тут всё быстро мусолится. Вот это всё жиром. Я уже протирала чутолку. Надо часто. Ну, посмотрим. Я тоже пексик попробовала. Чаёк заварила. Нормально. Небольшой кусочек, быстро съедим, и всё. Владюша, сегодня в 12 ночи на работу. Это уже в 11 он будет уезжать. Надо ему вот собрать с собой в ночную котомочку. То и сочки, котомочку. Поужинает здесь ещё с собой. Потому что они не спят ночью, всё равно что-то перекусывают. Ну, ребятня носится. Вот как-то так. Вот вчера не столько работы у меня было. Ну, пирожки пекла уже вечером. Ну, днём больше, конечно. И как-то было настроение. Или что мамин день был. Как-то грустно было. Всё это вспоминалось, вспоминалось как-то. А сегодня ударилась в штрепню. И у меня только думы, когда подойдёт тесто, когда помешать. Как, что с чем смешать. Во-первых, вымесить ржаной хлеб очень долго. Минут 15-20 надо обязательно. Пшеничный 5 минут и хватит. 5-7 минут. А ржаной хлеб надо очень долго вымешивать. И чем больше, тем лучше. Ну, вот я минут на 20 его катала, катала, вымешивала, вымешивала. Ну, вот разделила на две формы. Какой получится, не знаю. Ну, какой-нибудь да получится. Хлеб да хлеб. Лучше, чем в магазин бежать. Там вечно очередь, где одну булку возьмёшь, а в очереди стоишь по 20 минут. А Наташа с работы вечером едет. Пока приедет, в магазин зайдёт уже 9 часов. И ужин варить. До 10 варит ужин. 10 только ужинает вообще. Ну, ничего. Правда, сейчас уже, наверное, будет с работой не особо. Потому что ипотеки люди не будут брать под такой процент. Значит, квартиры покупать, продавать. Продавать сложно будет, покупать ещё сложнее. В основном 90% люди с ипотекой покупают квартиры. Так что как-то так не будет заработка. Только поднимемся, говорю Наташа, чуть-чуть голову приподнимем у нас так по жизни. Вот кто-то говорил из великих, только подберёмся наверх на горку. Нам раз кулаком мы съехали. То революция, то война, то переворот, то дефолт, то одно, то другое, то третье. И только люди вздохнут, маленько начали уже. Ну, не зря же многие говорили, что такие люди злые. Вот после войны были люди добрые. Они намучились во время войны. Они после войны прямо радовались всякой ерунде. Всякой мелочи. И собирались, и гуляли. И не такие были. И подельчивые, и сочувствующие. Как-то. Ну, не без этого были, конечно, это. Но в основном в массе. А сейчас говорят, вот люди. Ну, вот некоторые говорили, войны на вас нет. Так и говорили. Так что, как только трудно придётся народу, может он сплотиться. Может, не так будет друг на друга нападать. Злобиться. Жизнь-то одно мгновение между прошлым и будущим. Миг. И мы что-то вот ещё недовольны. Что-то всё нам надо. Что-то от кого-то требуемое. В своей семье надо грести, работать, смотреть на свою семью. И делать, как в семье, чтобы было. А за всю страну мы ж не знаем подробностей. Вот как я буду переживать за человека, который живёт вот в девятиэтажке. Я его не знаю. Не привычки. Не, как говорится, чем он дышит. Ну, как я буду ему что-то советовать или психовать на него. Надо в свою семью смотреть. Где-то заработать. Где-то умудриться подработать. Дома сделать ремонтики, там, уборку детей с уроками, с учёбой помогать. Ну, как-то вот в своей семье лучше. Чтоб ребёнок вырос человеком. А не бегать с флагами по собраниям на работе целыми днями. О чём-то там переживать. О чём-то там, далеко в небесах. А дома ничего не видеть. Как-то так вот у меня. Что-то пошло это. Хочу сказать и как-то выразиться. Не очень получается. Ну, вот так вот сижу, посиживаю. Жду, когда хлеб. Буду вытаскивать. Может, сниму, а может, забуду. Забываю иногда. Надо позвонить своим, как они там приехали. А, Денис, работай, нет ли. Ох, загудел холодильник. Ну, уже полпятого. А на кухню пришла в два часа. Двух даже не было. И Наташа пришла и говорю, ну, хочу, хожу, хожу. Что сделать? Давай с женой муку. Ну, давай с женой муку используй. И я тут уже начала. Ну, и сопутствующие ещё постряпала. Сметана же остаётся. Она такая, я показала, какая она такая, крупинками взбилась. Ну, и что на стряпню пойдёт. Вот они все. Кошачье. Кошачье царство. Это форусенька у нас спит. Это у нас Шурик. О, потягушечки, потягушечки. Вы когда выспитесь-то, мои вы хорошие. Я сегодня его тоже почистила щёточкой. Покатать надо его. Ах ты, ах ты. Так, и Манечка. Чё-то приболело. Чё-то она сжигала. Так, прямо тошнило её. Ничего такого не давали. Она только корм ест. Цветы здесь мучаются. Темною. Чё, Манечка, чё разболелась-то? Разболелась моя кошечка. Вот они все здесь у Владюки в комнате. Ой, Владюха, Владюха. Что-то с машиной случилось. Не заводится машина. Машина не заводится. Пошёл, купил какие-то фильтры, какие-то насосы. Я так и не поняла. Спрашивала, спрашивала, так и не поняла. Ну, ладно. Цветы маются. Здесь жарко очень. Маются, конечно, цветочки. Плохо им здесь. Жарко. Ну, вроде так и всё. Ой, ещё шарики с моего дня рождения теплятся. Ну, сдуваются потихонечку. Всем хорошего дня. Всего хорошего. Пока-пока. Будьте счастливы и здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...